Всем привет! Вы на канале Лепка-Скрепка и с вами я Елена Пасечник. В сегодняшнем видео уроке покажу, как слепить такого милого жирафика для детского торта. Оставайтесь с нами, смотрите видео до конца, ставьте лайки. Для работы нам понадобится мастика оранжевого цвета, коричневого, небольшой совсем кусочек черного, белого для глаз и бежевого для мордочки. И приступим. Начинаем мы работать с самого большого шарика, который мы взяли оранжевого цвета, это у нас будет туловище. Делаем такую грушевидную форму, вытягиваем подлиннее, чтобы была шея и вставляем шпажку. Шпажку вставляем, как бы немножко вкручивая ее в туловище, тогда она будет больше соприкасаться с вашей мастикой и не будет сползать со шпажки. Теперь заглаживаем все это, немножко внизу, внизу немножко поджимаем, делая такое как бы место, где будет у него крепиться ноги, туловище такое. И теперь вставляем нашу заготовочку для туловище. Для этого я использую или пенопласт, или пенополистирол, вот такое вот туловище у нас получилось. Обязательно заглаживаем все швы, чтобы было аккуратно и красиво. И теперь для работы мы берем шарик поменьше, это будет у нас голова, делаем как обычно капельку и формируем мордочку. Мордочка у нас будет небольшая, голова. И теперь мы частично ее сформировали и крепим ее к нашему туловищу. Одеваем, смотрим, чтобы она соприкасалась уже с нашей шеей, с нашим туловищем, чтобы она не спадала и была надежно закреплена. Вот так, выравниваем, если где-то что-то подмялось, мы ее выравниваем и делаем мордочку. Для этого нам нужно взять мастику бежевого цвета, совсем небольшой такой кусочек. Примерим, подходит он нам или нет. Она не должна быть сильно большой, сильно выступать. Делаем такой как овал и немножко по краям его заглаживаем. Чтоб у нас оно было по краям опущенное, а сама мордочка более выпуклая. Если мастика прилипает к столу, то можно ее поддеть ножом или каким-то стеком, но чтоб не нарушить саму форму того элемента, который у нас получился. Вот такая она должна получиться. С одной стороны как бы ровная, а с другой дугой. Она светло-бежевого цвета и мы ее крепим. Если мастика у вас мягкая, то она и сама приклеится. Если она у вас уже подстыла и не хочет клеиться, то тогда можно слегка смочить водой или клеем пищевым. Если вы смачиваете водой или клеем, то это нужно делать очень аккуратно, совсем немножко, только лишь чтоб начала блестеть водичка. Далее мы берем кисть чистую и сглаживаем все наши неровности. Если где-то остались какие-то отпечатки, это мы все сглаживаем. Вот такая голова у нас уже получается. У нас уже есть мордочка, которая явно выраженная. Немножко добавим таким образом кистью щечки. С одной и с другой стороны. Смотрите, чтоб это было симметрично. И дальше мы приступим к формированию глазных впадин. Такими шариками делаем углубление. Здесь вы уже смотрите, я делаю у этой именно фигурки не очень большие глазки. Глазки будут простые. Вот такие вот отверстия мы сделали. И сейчас туда мы поместим все маленькие кусочки мастики. Если где-то у вас не одинаковые, вы можете всегда подправить. Смотрите, чтоб они были уже заведомо у вас одинакового размера. Можете сделать больше, это уже как вам нравится. Именно у этой фигурки у меня будут глазки не очень большие. И теперь делаем такие, если у вас глазки круглые получились, то делайте шарики. У меня глазки будут более продолговатые, поэтому я делаю такие как бы овальные. Такие шарики овальной формы. И теперь сильно не прижимаю я, а просто кистью стараюсь немножко его пригладить, но не прижимаю, так как если мы сильно прижмем, то у нас потеряется вот эта округлость глазок. То есть они будут полностью плоские. Поэтому, чтоб этого не произошло, мы аккуратненько кистью это все сглаживаем. Смотрим, где какие остались неровности и аккуратненько это все разглаживаем. Также смотрим, чтоб глазки были визуально одинакового размера. Вот такие глазки у нас уже получились. Обычно на фигурках на своих я рисую глазки. Эта фигурка будет более упрощенная. То есть здесь мы берем совершенно маленькие кусочки черной мастики и делаем из них уже зрачки. Здесь я беру маленькие кружочки. Можете сделать большие. У некоторых зверушек таких зрачки занимают большую часть глаза. Я взяла маленькие. Можете сделать так же или попробовать приложить немножко больший кусочек мастики. Делаю я их совсем маленькие и хорошо-хорошо разглаживаю, чтоб не были сильно выпуклые эти черные наши зрачки. Дальше на них можно будет поставить блики, чтоб фигурка более ожила, беленькие. Но сейчас мы сделаем реснички. Обычно реснички тоже я рисую. То здесь мы сделаем из мастики. Мы делаем такие полосочки из мастики. Их можно скатать. Они совершенно маленькие, тоненькие. Клеим и делаем бровки. Дальше мы формируем ноги. У нас будут четыре ноги. Для этого нам понадобятся шарики наши из оранжевой мастики. Делаем такие колбаски с одной стороны зауженные. Делаем их все одного размера. Визуально сразу смотрим, чтоб они были все между собой схожи. Дальше нам понадобится мастика коричневого цвета. И ножки мы перед этим делаем все вот таким образом. Как бы ровную, ровную, ровную такую поверхность на ножке. Это нам нужно для того, чтоб мы потом сделали ему копытца. Чтоб эти два места, они у нас очень хорошо соприкасались. И так мы делаем с каждой нашей ножкой. То есть, каждую нашу деталь мы вот так вот выравниваем. У нас их будет четыре. Делаем все одинаковые. Потом мы уже подрежем, когда будем формировать сами ноги. Передние и задние. Каждую детальку хорошо проходим. Делаем это по очереди все детали. Потому что, если особенно это лето, или у вас в квартире очень жарко, или у вас горячие руки, мастика будет очень сильно таять. Работаю я с мастикой принцессы. Она какао содержащая, поэтому она имеет свойство таять. Поэтому мы просто ее делаем поэтапно. То есть, сначала все четыре детали сделали. Пока мы доделывали первую, все остальные уже подстывают. И теперь делаем такие же манипуляции из коричневого цвета мастики. Делаем из нее такие кружочки, которые потом мы приставляем и разглаживаем к нашим ножкам. Вот такие ножки у нас получились. Такие копытца, которые идут вровень с коричневой и оранжевой мастикой вместе. И они смотрятся как одно целое. Дальше мы формируем ноги. Задние ножки у нас будут согнутые. Мы поджимаем. Меряем одну с другой, чтобы они были одинаковые. Вот они у нас уже похожи. Можно приложить, посмотреть, подходят, не подходят, нравится вам так или не нравится. И теперь наискосок мы делаем срез. Этим местом у нас будет нога крепиться к нашему туловищу. Опять же, если мастика у вас принцесса и она у вас мягкая еще, то она приклеится и без всяких клея, без воды, без ничего. Если же она у вас уже полежала, эта деталь у вас уже подсохла, то тогда нужно эту деталь немножко смочить или водой, или же клеем. Но совсем немножко, так как если вы нанесете большое количество воды или клея, то деталь у вас будет очень долго сохнуть это место. И детальки будут отсоединяться. Они будут как бы скользить друг подружке и не будут держаться. Не нужно будет очень много времени для того, чтобы это высохло. Поэтому водички или клея наносим немножко. Формируем наши ноги. Передние тоже мы срезаем. Потом мы подставим, посмотрим, подходят они нам или нет. Вот такие ножки у нас получились. И сейчас мы подставим наши ножки к нашему туловищу. И посмотрим, подходят они или нет. Если где-то что-то не подходит, вам не нравится, вы всегда можете их дополнительно подрезать. Или же может где-то немножко вытянуть. Чтобы были длиннее. Мастика очень долго остается податливая к работе. Поэтому с ней очень легко и хорошо работать. Вот такие ножки у нас получились. Я ничем не смазываю. Мастика была мягкая, теплая. И у нас все получилось. Вот такие ножки передние и задние получились. Теперь нам нужно сделать ему еще ушки. Делаем такую капельку. Ушки у жирафика очень маленькие. Поэтому капельки нам нужно будет две. Совсем небольшие. Сделали капельки, прижали. Немножко их там, где место тоненькое, утонщенное. Мы складываем. Ушки у жирафика совсем маленькие. Вторую мы точно так складываем. Опять же, не клейте никогда сразу все детали. Приложите, посмотрите, подходит, не подходит. Если у вас есть референс, то есть изображение, на которое вы смотрите и стараетесь делать что-то похожее, то приложите, посмотрите, подходит или нет, чтобы потом не переделывать. Вот, допустим, мы приложили, посмотрели, да, хорошо, нам все нравится, можно приклеивать. Приклеили, немножко поджали, сделали такие вот ему ноздри. И теперь делаем ротик. Просто стеком немножко прорисовали. Опять же, не надавливаем, смотрим, нравится вам, не нравится. Потому что если сделаете сильное углубление, исправить потом нельзя. Если вы только наметили, то это все можно потом будет сгладить. Теперь делаем рожки. Так как я фигурку буду ставить на свой торт, никуда ее не отправлять, никому не отдавать, то я делаю все детали, стараюсь делать без использования дополнительных шпажек, проволок. Поэтому я делаю эти рожки просто, вставляю, мастика очень быстро начинает держать форму. И нам ничего дополнительного не нужно. Но если вы эту фигурку будете кому-то отдавать, куда-то отправлять, то эти рожки лучше, конечно, сделать на шпажке. Не на шпажке, на зубочистке или на проволочке. Так будет надежнее и они никуда не денутся, не отпадут и не поломаются. Но так как эта фигурка на мой торт или просто для работы, для примера, то я ничего вставлять не буду. Просто формирую таким образом наши рожки. Они у него сверху как бы такие, как кружочек. Так как если бы у нас была здесь зубочистка, то мы бы сделали просто коричневую. И сверху шарик такой бы одели. Но так как у нас это просто кусочек мастики без каких-либо шпажек, проволок и тому подобного, то мы это место, такой шарик, как бы сверху формируем с помощью стека. Вот не с первого раза это все получается. Но так как еще мастика тает на улице, когда снималось это видео, было очень жарко. Вот это было лето. Поэтому не очень удобно делать такие маленькие детали. Вот делаю просто такие ямочки и туда как бы вставляю. Можно немножко там смочить и вставить. И вот такие рожки получились. Если же у вас фигурка будет куда-то транспортироваться, вы переживаете, то лучше туда, конечно, вставить шпажку, вставить, может быть, зубочистку, может быть, проволочку. Но об этом, конечно же, предупредите своих клиентов. Так как я не люблю в мелкие такие детали вставлять маленькие проволочки, шпажки, зубочистки. Так как эти элементы очень легко могут попадать детям в рот. И родители могут даже не заметить, как ребенок это съел, а там окажется проволока. Поэтому в такие маленькие элементы я стараюсь не добавлять никакие дополнительные шпажки или проволоки. И делаем хвостик. У жирафика хвостик маленький, такой с кисточкой. И мы формируем такой небольшой хвостик. Дальше нам нужно сделать жирафику пятнышки. Их можно нарисовать. Можно приклеить маленькие кусочки, как здесь сделала я. Тут как вам уже удобно. Если вы хотите нарисовать их, то вам сначала нужно эти места обезжирить. Так как мастика жирная, принцесса, если работаете с какой-то другой, то не обязательно. Делаем такие маленькие точечки на ножках, на голове и сзади на туловище. Вот такие вот. Они могут быть разной формы, разного размера. Я дополнительно сделала румянчик и сделала ему такой вот маленький смешной язычок. Вот такая вот простая фигурка у нас получилась. Фигурка не сложная. Очень быстро делается. Поэтому лепите, творите. Надеюсь, данное видео было полезно. Если остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. С вами была я, Ирина Пасечник и канал Лепка-Скрепка. До новых встреч!